Когда-то здесь снимали фильмы Тарковского, Гайдая, Чухрая. Сегодня на Ялтинской киностудии разыгрывается совсем другая драма. Ее владельцы, братья Аршиновы, уже полгода судятся с крымскими властями. После присоединения полуострова к России, чиновники решили национализировать студию. На территорию киностудии зашли люди в черной форме и положили всех наших сотрудников и всех наших арендаторов на пол. И в этот момент были опечатаны все помещения киностудии и нас перестали пускать на киностудию. В этот момент шли съемки двух фильмов. Власти говорят, что лишь возвращают в госсобственность те предприятия, что раньше были выведены из нее мошенническим путем. Так, например, по словам Сергея Аксенова, Ялтинская киностудия досталась Аршиновым по цене в 20 раз ниже рыночной стоимости. Жуликами Аксенов называют и владельцев Крыма автотранса. Люди в масках пришли в их офис еще в сентябре. Вооруженные люди в масках, которые не являются правоохранительными структурами, это было народное ополчение, оно было захвачено. Было захвачено физически, то есть пришли в кабинеты, пришли на все автовокзалы, забрали у инкассаторов деньги. Народное ополчение подчиняется напрямую главе Крыма. Адвокаты захваченных компаний говорят, что приходят они в первую очередь в самые прибыльные предприятия. Сам Аксенов называет национализацию вынужденной мерой и отрицает личную заинтересованность. Мы не ставим перед собой целью личного обогащения. Мы пришли работать на репутацию, поработать на страну. Считаем, что сегодня можно как раз все восстановить. Собственность полуострова перешло также в все имущество оператора связи Укртелеком. Он принадлежал самому богатому украинцу Ленату Ахметову и 87 объектов группы «Приват» олигарха Игоря Коломийского. Ни о каких компенсациях речи не идет. Впрочем, то, что такая политика может отпугнуть от полуострова всех инвесторов, поняли даже сами власти. 1 марта в Крыму официально завершили процесс национализации.